Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Фокус, и мы продолжаем обозревать наш офигительный турик Кубок СНГ. Сегодня у нас сразятся два суперских оппонента. Это Леха Сочи и 404 NotFound. Эти ребята, как мне кажется, близки по, скажем так, своему статусу, по уровню игры. Оба очень, скажем так, интересно, креативно играют, оба стараются, оба хотят выйти в топ игроков Martian Wars. Очень перспективные ребята, очень перспективные игроки, поэтому, как мне кажется, сегодня будет у нас очень интересный напряженный поединок. Ну что же, друзья, начинается наша первая карта, Дюплекс 3, как вы помните. Леха Сочи поставил эту карту. Значит, Леха Сочи играет у нас за Марти. Играет за Марти на правой стороне за синий цвет. И за красный цвет за Дору играет 404 Дора. Хорошо, правила все те же, друзья. Вы, наверное, уже с ними ознакомились. Ребята будут менять героев каждый поединок. Карты ребята не могут повторять. Чья в бане и есть ряд забаненных карт, которые не совсем балансные. Итак, друзья, пока что, пока что игроки играют не рискованно. Но вот Леха Сочи на второй обилочке пошел, как мне кажется, зря. Как мне кажется, зря. Да, не получилось перехватить домик, но тем временем он пытается перехватить домик в нижней части карты. Итак, удастся ли ему это? Не удается. Только на секунду, только на секунду была зафиксирована мораль. Была зафиксирована мораль на стороне красного игрока. И, скажем так, это помогло, помогло. И сейчас паритет по морали. Заберет ли кузницу? Забирает кузницу и забирает домик. Удержит ли домик? Вот вопрос. Как мне кажется, 404 удержит домик. Да. Друзья, могу вам сказать, что Дора это очень сильный герой. Очень сильный. На мой взгляд, это самый сильный персонаж в игре. Хотя у нас Чия в бане, да, но она как бы немножко дисбалансная, да. Это нельзя сказать, что это сильный персонаж, это дисбалансный. А вот если говорить именно о силе персонажа, то вот, на мой взгляд, Дора будет самым сильным персонажем. Вот. Но играть за каждый персонаж можем только один раз. Итак, друзья, победа на стороне 404. Получается, счет у нас сейчас 1-0. Значит, ребята сыграли за Дору. И за Марти. Значит, сейчас Леха Сочи будет выбирать карту. Какую-то карту, может быть, он выберет под себя, которая, скажем так, у него лучше заточена под какого-то определенного героя. Посмотрим. Вот видите, в первом матче он выбрал Марти. Он посчитал, что Марти очень хорошо подходит. Посмотрим. Вообще, Леха Сочи играет очень сильно, очень-сильно, очень круто на Айнере. Один из лучших Айнеров, на самом деле, которых вы можете увидеть, встретить. Вот Леха Сочи нас приглашает. Мы, конечно же, подтверждаем. И смотрите, друзья, смотрите. Он берет вот эту вот очень нестандартную карту с кузницами. Сейчас будет такой спринт. Посмотрим. То есть здесь, возможно, два варианта. Либо ты убиваешь своих юнитов и набираешь энергию для того, чтобы применить сильный ультимейт. Либо ты просто, как бы, умирают юниты оппонента, да, у тебя остается больше юнитов, и ты выигрываешь. То есть здесь два, как бы, варианта обычно получается. Но, возможно, у ребят есть какие-то интересные заготовки. Мы тут видели уже варианты с постройкой башни. Возможно, какой-то такой сейчас вариант. Значит, 404-й взял Кри, сильный ультимейт. Мне кажется, он настроен на сильный ультимейт. А Леха Сочи, наоборот, взял Дору. Дору. Ну, посмотрим, ребята, посмотрим. Ага, это же доминация. А вот это вот интересно. Первая билочка под доминацию. Я понял, я понял, какой здесь был, какая была здесь идея. Итак, первая, где? Дал первую. Чуть-чуть не удержал. Но посмотрим, еще не все решено. Вывел, вывел, много вывел. Зачем столько вывел? 404-й одерживает вторую победу, друзья. Зря вывел. Он же лидировал, как мне кажется, друзья, да? Вы пересмотрите на повторе. Как мне показалось, Леха Сочи лидировал. Потому что вот в здании, вот в этом нового типа, ключевом здании, там юнитов у него оставалось больше, как мне кажется. Пересмотрите еще раз повторчик, чтобы убедиться, так ли это. Не нужно было вводить. Можно быть чуть-чуть, там 25% одну кузницу, там потихонечку вторую кузницу, и он бы выиграл. Рискнул, рискнул. Тем временем 404-й не растерялся. 404-й не растерялся и сразу же, сразу же проатаковал ключевое здание и забрал победу себе, друзья. Итак, значит, ребята сейчас попросили небольшой отдых, но это не страшно. Мы дадим им отдохнуть. Леха Сочи сейчас в районе 10 тысяч рейтинга, да, он попал в Pro-лигу. Очень хотел остаться, очень хотел остаться в лиге Алмазной на первом месте, но потом все-таки решил, решил, что пора, пора двигать в Pro. Вот сейчас перешел в Pro. 404-й немножко ниже по рейтингу находится, но, сами понимаете, рейтинг это дело такое, очков больше у того, кто больше играет. Не всегда рейтинг соответствует скиллу, поэтому оба ребята, я считаю, достойны Pro-лиги, очень хорошо, сильно играют. Леха Сочи ставит вот такую вот интересную карту. Пока что у нас все по правилам, нарушений нет. Сейчас будем смотреть, какие у нас герои, какие будут персонажи. И вот Айнер, друзья, вот Айнер. Может быть, Леха Сочи вот сейчас, сейчас он может вытащить. Посмотрим, кого возьмет 404-й. Как вы думаете, кто хорош против Айнера? Против Айнера хороша Тринни. На этой карте Тринни хороша, это точно, друзья. Значит, ребята играют без нарушений. Три разных героя применили. Итак, возможно, будет быстрая карта, поэтому очень внимательно смотрим. Леха Сочи играет за зеленый цвет, 404-й играет за оранжевый цвет. Итак, друзья, стандартное развитие. Три домика забраны, кузница забрана. И на последний домик уже пошел Леха Сочи. 404-й делает упор на апгрейды. Посмотрим, вот это тяжелая ситуация. Да, видите, заблокировал, но по идее все равно заберет. Да, забрал. Тяжелая ситуация. Лехе Сочи сейчас надо совладать со своими нервами. Скажем так, подавить волнение, вытащить эту катку и сделать для нас этот раунд более интересным. Итак, куда же пошел, куда же пошел. 404-й, он идет в атаку. Сейчас будет дана первая, дана первая. И вот сможет ли отбиться, сможет ли отбиться, вот в чем вопрос. Смотрите, как неплохо, неплохо. Ах, вот забрал. Вот если бы он подзащитил. Вот зря не подзащитил. Сейчас нужно домик огурить. Но посмотрите, посмотрите, как Леха Сочи красиво провел контратаку, да. И вот вторая, вторая неплохая. Но мне кажется, сейчас это уже не спасет. До последнего бьется 404-й. Это заслуживает уважения, друзья. Но Леха Сочи на этой карте хорош, хорош на этой карте. И плюс его коронный Айнер, друзья. Ну, как я вам и говорил, что на Айнере он, мне кажется, один из лучших в мире. Это на самом деле так. Ну что ж, друзья, счет у нас 2-1. Вот такой вот неожиданный поворот от Лехи Сочи. Смог парень совладать с волнением. Смог, скажем так, подавить стресс и показать красивую игру. Хорошо, 2-1. Значит, сейчас будет 404-й приглашать. Более того, я скажу, что предыдущую карту с кузницами, которую Леха Сочи выбирал, у 404-го это, наверное, лучшая его карта. Это на самом деле так. Вот. Поэтому здесь, может быть, Леха не совсем удачную карту выбрал. Надо было какую-то брать более стандартную, более классическую. Вот. Но, может быть, не так часто играл с этим соперником. Поэтому не знает как бы сильных и слабых мест сторон, да, друзья. Вот. Но мой опыт подсказывает именно так, что вот карта с кузницами у 404-го это лучшая карта. Итак, друзья, сейчас карту будет выбирать 404-й. Вот вопрос, какая же карта? Какая же карта, друзья, сейчас у нас будет? Леха Сочи пока не принимает. Возможно, он немножечко на адреналине сейчас. Пошел водички попить. Ну, я думаю, сейчас он примет скоро вызов. А 404-й должен пока что хорошенечко подумать, какую взять карту. Потому что если сейчас счет будет 2-2, там уже может победить любой, друзья. Вы понимаете. На данный момент счет 2-1. Напряжение растет. Карта все по правилам. По-моему, номер у этой карты, по-моему, шестой. Шестой. Мне кажется, шестой. Но могу ошибаться. Но эта карта точно в правилах есть. Причем, кстати, разработчики, добавьте на экране зрителя тоже название карты. Чтобы можно было просматривать, здесь видеть номер карты. Визуально я помню вот эту карту. Она допустимая, она балансная. Все здесь по правилам. Но хотелось бы все равно, что в режиме зрителя можно было смотреть название карты. И поэтому... Ну, сейчас немножко неудобно из-за этого. Так, Леха Сочи что-то не принимает. Почему не принимает, непонятно. Наверное, адреналин зашкаливает. Зашкаливает адреналин. А может быть, он просто думает, какого же персонажа ему взять. У Лехи был еще кто-то сильный. Кто-то... Он играл на двух персонажах. На ком-то... А, он играл в начале, по-моему, еще на Че. Но Че у нас в бане. Че в бане. Че в бане. Так, не приходит приглашение, друзья. Сейчас, секундочку, мы подождем. Сейчас и продолжим. Не приходит приглашение. Почему-то не приходит приглашение в матч. Сейчас я попросил Леху перезайти. Он сейчас перезайдет. Да, и, видимо, нам придется, друзья, тоже перезайти. Но ничего страшного. Бывает, бывает. Какие-то небольшие помехи. 404-й нас опять зовет. Так, мы в пати. Мы в пати. Смотрим, смотрим. Приглос сейчас должен Леха Сочи получить. Мне кажется... Интересно, вот от кого этот приглос? Ну, то же самое. Он просто продублировал на всякий случай. Но я быстро. Вот. Сейчас он перезашел Леха Сочи. Сейчас он получит свой приглос. И мы продолжим, друзья. Да, опять-таки, это же карта. Опять-таки, это же карта. Так. Ну, вот сейчас где-то должен, должен появиться Леха Сочи. Сейчас будет интересно. Да. Все хорошо, друзья. Продолжаем. Все у нас работает. Интересно, какого персонажа возьмет Леха. От этого все зависит. Значит, 404-й сыграл на Доре, на Кри и на Трине. В свою очередь, Леха Сочи сыграл на Марте, на Доре и на Айнаре. И вот он, вот он момент, ребята. Здесь, здесь нужно подумать. Стелла очень хороший герой. 404-й берет Пиксо. Пиксо сейчас порезали. Раньше он был оверсильный, просто сверх, да. Сейчас он, он хороший, хороший персонаж до сих пор. Но не настолько, не настолько сильный, как был раньше. И вот сейчас Лехе нужно подумать. Ну, я надеюсь, что он не выберет Руда. Это, конечно, была бы просто огромная ошибка. Он хочет выбрать Кри. Кри, да. Он хочет юзать вторую, друзья. Вторую обилочку. Невидимость, невидимость хочет юзать Леха Сочи. Пиксо, Пиксо. Значит, Пиксо на стороне 404-го. Это доминация, друзья. Это доминация. Это доминация. А знает ли Леха Сочи про то, что это доминация? Вот куда он сейчас отправил? Так, так, на башню отправил и куда-то еще отправил. Да, нет, не на башню. А куда он отправил? Слушайте, как-то, как-то, как-то опасно. Как-то опасно Леха сыграл. Как-то опасно он сыграл. Кузницу делает 404-й. 404-й хитрый, хитрый. Он знает, он знает эту тему. Так. И сейчас он, мне кажется, он потеряет, он потеряет ключевое здание. Да, он теряет ключевое здание. И 404-й выигрывает. 3-1, друзья. 3-1. Мне кажется, что Леха Сочи в последнюю секунду заметил, что это доминация. И, скажем так, не смог сразу сориентироваться. Не смог, не ожидал. Но я думаю, что юниты пойдут через башни. Да, они были там расстреляны уже. Вот. Немножко не был готов к такому повороту. В свою очередь 404-й хорошо, видите, подготовился. И нашел карты, скажем, такие нестандартные. Нашел карты очень неожиданные, да, для оппонента. Ну, в принципе, да, это тоже, это тоже стратегический момент, стратегический подход. Я думаю, что это правильно, да. Да, дальше будут соперники сильнее и сильнее, будут отсеиваться ребята, оставаться только самые сильные. Поэтому этот подход, видите, помогает, помогает. Итак, друзья, значит, эта пара у нас заканчивает второй раунд со счетом 3-1. Мы поздравляем 404-го. Он с гордостью движется в третий тур по сетке венеров. Леха Сочи, в свою очередь, перемещается в сетку лузеров. Но тут не стоит отчаиваться. Из сетки лузеров можно выиграть турнир. Здесь нет ничего страшного. Надо подумать, может быть, действительно над картами и вот над какими-то такими стратегическими трюками. Вот, немножко освоиться в турнире и, скажем так, побороть стресс. Вот, ребята сегодня себя показали шикарно. Ну, Леха Сочи Найнери, я вам сразу сказал. Да, видите, и победа там была однозначная. Вот, может быть, действительно подготовить еще какого-то одного-двух, двух, хотя бы двух, чтобы, да, 3-0 делать, хотя бы двух героев на уровне, на уровень вывести Кайнеру, и ему станет значительно проще, друзья. Ну, а мы с вами будем потихонечку заканчиваться. Ждите новые видосики, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик. А с вами был Фокус. Пока-пока, друзья.